Ибн Хашрам, Рахима Аллаху Тааля, и сказал Али ибн Хашрам, да помилуйте его Аллах, Раэйту Вакия Абнаджаррах, валям якун биядихи китаб. Я, говорит, наблюдал и видел Вакия Абнаджарраха, и никогда с ним не было книги, никогда не было тетради с ним, никогда не было ручки. Вакяна яхфазу мала нахфаз. Однако он заучивал больше, чем мы заучиваем, и знал то, чего мы не знаем, говорит он. Я был удивлен этому и спросил его однажды. Вакульт сказал ему, я вакия, обращаясь, сказал, о, вакия, ля тахмелю китабан, в ля тактабу савадан фибаят. Ты никогда не носишь с собой книг, и не пишешь черным по белому, то есть чернилами, в тетрадках ничего не записываешь, или на листочках. Однако заучил ты больше, чем мы заучили, вместе с тем, что мы все время записываем, стараемся, носим с собой что-то. Тогда говорит, вакия, тихонечко подошел и на ушко мне сказал, говорит, обратившись ко мне, тихим голосом на ухо сказал, я Али. Говорит, о, Али, если я, укажу тебе на лекарство от забывчивости, если я укажу тебе, как вылечить, как излечить вот эту забывчивость, ты будешь это делать? Говорит он, факульту айвала, я сказал, да, конечно, говорит, клянусь Аллахом. Тогда он сказал, таркуль ма'асы, оставь грехи, говорит, оставь ослушание Аллаху субханаху ва Тааля. Я, говорит, не видел, что бы было более полезным для заучивания, для сохранения знаний, чем оставление грехов. То есть, ничто не улучшит твою память, не поможет тебе заучивание, как оставление грехов. Поэтому упоминается, и больше известно это от имама Шафи'и, эти стихи цитируют больше от него, как будто это были его слова. Но некоторые говорят, что это были слова Алибну Хашрама, да помил ты в Аллаху, сказано, он говорит, Он говорит, я пожаловался на плохую память, и он указал мне на оставление грехов, и сказал, знай же, что знание является светом, а Аллах не дарует свой свет грешнику. Аллах не дарует свой свет грешнику. Поэтому Шейх говорит, что очень из важных вещей, которые должны сопровождать тебя во время чтения, во время заучивания, во время понимания, это оставление грехов, отстранение от ослушания Аллаху субханаху ва Тааля. И привел некоторые примеры. И действительно, даже в жизни, так и сколько людей жалуются на то, что не могут что-то заучить, не могут посетить урок. Говорят, я вот уже хочу, 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 не могу, не доезжают. До урока. Хочу послушать, времени нет. Хочу книгу купить, нет. Купил журнал, купил еще что-то там, и так далее. А какую-то хорошую, полезную книгу купить у него нет денег, не получается. Уходит, почему? Посмотри на свои дела, брат. Посмотри на свои дела. Возможно, в них есть грехи. Возможно, ты в чем-то ослушиваешься. То есть, люди не думают, или думают, что грех это вот оставление намаза и все. Нет, целые книги ученые писали, Кабаир. Целые книги, независимо, мы говорим, от пола. Если ты женщина, бывает так, нет, ходит на уроки, говорит, я не могу, вот мы на уроке вот это проходили, я прослушала, забыла. Нужно было заучить, ходить не смогла. Учила, учила, не смогла. Хорошо. А ты смотрела свое отношение к твоему мужу? Как ты к нему относишься? Как доволен он тобой или нет? Если его спросить, спешит, как узнать, муж доволен женой или нет? Хочет он домой пойти или нет? Спроси у мужа. Если он ищет место, любое место, братья, давайте вот туда поедем, там посидим, а давайте еще вот сюда сходим. Домой? Давайте только не домой. Значит, он не особо хочет домой. Почему? Ну, наверное, что-то не так там. Наверное, что-то, если он придет домой, начнется вот это, как это назвать? Бензопила. Или что? Наждачка вот эта, где был, с кем был, зачем был, почему и так далее. Субханала. Субханала, противолеваясь, как будто кого-то знакомого. Ларюстан. Посмотри, то есть, твой муж с тобой доволен или нет? Спешит ли он домой? Радуется ли он? Или что? Или отстраняется? Это из показателей. То есть, для тебя, сестра, это должно быть показателем. Если нет, это грех. Пророк, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, как ты, субханала, будь повнимательней к нему, сказал, к своему мужу. Доволен он тобой или нет? Спокойно ли ему дома или нет? Будь повнимательней к нему, ведь именно он твой рай и твой ад, сказал. Если ты находишь, что это не так, это грех. Потом не удивляйся тому, что ты не можешь заучить хадис, не можешь послушать урок, нет у тебя на что-то там время. Исправляй. То, что из грехов есть, исправляй. И тогда Аллах, субханаллах, откроет тебе знания. Или же посмотри на свое отношение к родителям, может быть. Опять же, некоторые говорят, брат, я вот, субханаллах, начал вот эту серию уроков слушать. Брат, в Аллахе, я, наверное, два года уже ее слушаю. Я, наверное, называл, и не могу дослушать, говорит. Хорошо, брат, посмотри, немножко обрати внимание на свои дела. Может быть, ты из тех, чья мать плачет, допустим, когда он приходит из-за каких-то его колких слов, из-за каких-то, может быть, резких высказываний в адрес своей матери. Оставляешь, мать, в слезах, уходишь. И потом садишься с умным видом слушать лекции, и ты думаешь, что тебе будет что-то дарованное знаний. Валлаху аль-Мустан. И удивляешься, потом говоришь, я не могу уже два года эту серию лекций прослушать. Так, брат, исправь свое отношение к родителям. Посмотри, на чем ты. Это грех. Ванур уллахи ла юталил аасы, как сказал имам Аш-Шафи. А свет Аллаха не даруется грешникам. Знаешь, что причина именно в этом и исправляет. И много других примеров можно привести. Даже те примеры, которые я сейчас привожу, в Аллахе, братья, всей жизни. Это лишь те примеры, с которыми я столкнулся. А таких много. Однажды в мечети стояли с братьями. И брат говорил, Субханалла, не могу выучить буквы. Вот, говорит, учим эти буквы, вроде стараюсь, переписываю сто раз. Не заходит мне в голову, и все. Стояли в мечети, разговаривали. С мечети выходим, машину заводят. Садится к себе машину, заводит машину. Когда машина заводится, включается же проигрыватель сразу. А то, как музыка начинает играть. Вот, вот, только даже с мечети не отъехал. Говорит, брат Субханалла, ну, конечно, не сможешь. Ты приехал в мечеть с музыкой, уезжаешь с мечети с музыкой. И говорит, интересно, почему же я не могу буквы доучить никак? Этот таджвид мне не дается, это сложная наука. Сложный человек ты, брат, в понимании. Не таджвид сложно. Оставь, выключи, Кур'ан, включи, брат. И ты увидишь, как ты быстро, быстро, быстро. Люди Кур'ан за несколько месяцев заучивали, Субханалла. Не говоря уже о буквах. Буквы за день можно. Если человек старательный, есть у него доля смышленности, если там сказать, зака, сообразительность. За день можно все буквы выучить, и все. Однако что? Грехи. Вот оно, препятствия. Вот он, тот крюк, который сзади тебя хватает и тащит. Ты вроде идешь, идешь, он тебя опять оттаскивает. Грехи.